Волонтеры уже объехали шесть городов. Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Вологду, Череповец и Москву. Добровольцы снимают разноплановые дома. Это и сталинки, и хрущевки, панельки, новостройки и деревянные домики. И у каждого свой портрет. Мы заметили, что дворец Олега – это очень толстые стены. Они действительно совсем не пропускают тепло. Они синие. Хотя это была солнечная сторона, но другой, к сожалению, не удалось подобраться. Он вообще не пропускает тепло абсолютно. Заодно волонтеры решили проверить и исторические здания. Например, дом Мельникова, старый английский двор в заряде Пушкинский музей, Третьяковскую галерею. Они выяснили, что все, что было построено до конца 19 века, практически не теряет тепла. А вот художественный музей имени Ивана Пожалости на врезание проблемный. Стены не пропускают тепло, но тепло выходит из окон. Окна практически красные все. А что это означает? Это означает, что в целом дом теплый. Если также сделать окна, которые не пропускают тепло, то практически тепло не будет уходить на улицу, и мы не будем греть улицы. Жилые дома волонтеры проверяют по заявкам от жителей. Оставить заявку на тепловой портрет своего дома можно через социальную сеть ВКонтакте в сообществе проекта «Цвета потери тепла». Достаточно указать адрес и собрать лайки. В нашей группе ВКонтакте мы проводим голосование, где люди могут написать, какой дом они бы хотели, чтобы мы сняли на тепловизор. Жители дома Островского 16 очень коллективно захотели, чтобы мы сняли их дом, чтобы узнать, сколько тепла теряют именно они. И как показатели? Мы увидели, что в целом дом для нового дома теряет тепло. Будем разбираться, почему так вышло. Используемый волонтерами телевизор показывает точки, из которых на улице утекает тепло батарей и ваши деньги за коммунальные услуги. Камера показывает все изменения температуры на поверхности материала. Важно обращать внимание на участки, окрашенные в красный цвет. Именно здесь происходит максимальная потеря тепла. По словам волонтеров, очень много тепла уходит за пределы квартир через трещины в стенах. В следующем году волонтеры акцию планируют повторить. Так они хотят привлечь внимание к проблеме и рассказать, что утеплять дома можно за счет фонда капремонта. По результатам акции художники оформят выставку из наиболее эффектных снимков. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».